Уважаемые коллеги, прежде чем приступить к церемонии награждения, я бы хотел прочитать, может быть, небольшую версию. 4 ноября 2010 года указом президента на тот момент Дмитрия Анатольевича Медведева городу Тихвино было присвоено звание города воинской славы. 23 февраля 2011 года, вот мне посчастливилось, я был в составе дирекации, была вручена грамота в руки тогда главе муниципального образования Фомину Игору Вадимовичу. Мы испытали такое удивительное чувство гордости за наш город, это действительно, долго готовились к тому, чтобы это получилось. Приезжала комиссия президентская, которая смотрела и которая сошла достойно. Были конкуренты, мы получали эту грамоту с двумя другими городами, это Владивосток и Тверь. 11 июля 2013 года главы городов приехали в город Белгород и мы учредили вот этот данный союз. Он называется союз городов воинской славы, который находится под патронажем президента Российской Федерации и администрации президента. Основная задача союза городов воинской славы это военно-патриотическое воспитание. Проходит масса мероприятий по всей стране, именно военно-патриотической направленности и для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Теперь у меня есть очень почетное поручение от союза городов воинской славы. Дирекция отслеживает и смотрит тех людей, которые действительно вносят свой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Но не мне говорить, потому что ваша школа вообще уникальна. Я вот с любовью, с уважением отношусь именно к вашему учебному заведению. Лена Ивановна, я говорю, абсолютно искренне, потому что вы молодцы и не случайно вы лучшая школа. В этом году три человека награждено в городе Тихвиня. И в том числе директор школы Татьяна Александровна Галушкина, Федора Константиновна Анатольевича и Чайкина Елена Валентиновна. И под ваши бурные аплодисменты, значит, награда, прежде всего, удостоверение номерное, и также номер выбитый на медали. Медаль называется «За активную патриотическую деятельность». Ну, согласитесь, наверное, но абсолютно справедливо, абсолютно справедливо завдиректору по воспитательной работе вручить данную награду. Ну, я попробую, Федора Константиновна, я каждый раз, когда это делаю женщинами, я не стороннюю все. Давайте, я попробую. Ну, а теперь посмотрите, как это выглядит красиво. Я думаю, что всегда на форме на одежде, да, всегда будет красоваться, даже нельзя относиться к счастью и гордостью. Я считаю, что это награда всему коллективу. Хорошо, я присоединяюсь к поздравлениям главы муниципального образования и сказать очень теплые и добрые слова в ваш адрес. Когда женщина заслуживает такой высокой похвалы, это очень дорогого стоит. Большое спасибо вам, спасибо всему коллективу. Я вашу школу очень ценю, меня уважаю. Я в особенности, потому что у меня два сына, мальчики, закончили эту шестую школу, вашу прекрасную школу. И вот все традиции, которые как бы доложены еще председствующими поколениями, они продолжаются, усиливаются. И результаты с каждым годом все лучше и лучше и лучше. Успехов, здоровья, счастья, любви, благополучия. Когда мы говорим о патриотизме, конечно же мы в первую очередь говорим об любви и уважении к нашему родному отечеству, к традициям, к духовным ценностям нашего народа, нашей области Ленинградской. И я бы хотела, Александр Владимирович, Георгий Павлович, выразить благодарность за то, что я удостойна такой чести. И не человека без ликотического, а это прочный фундамент, это верные ключи. И, конечно же, я бы хотела сказать слова благодарности, огромное спасибо нашему всему педагогическому коллективу, который очень много делают в сфере военно-патриотического воспитания. И, конечно же, когда-то очень давно все началось с Елены Ивановны, благодаря которой были открыты кадетские классы. И сейчас мы уже расширились, и у нас есть классы БЧС, у нас есть юнармия, и у нас есть отряды, волонтерский отряд Добродар, которые именно в сфере военно-патриотического воспитания очень много делают. Коллеги Елены Ивановны, большое спасибо.